В начале своего выступления хотели бы поздравить всех присутствующих с 9 мая, праздником Победы. В этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи бесперимерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацизм. Без этого дня было бы невозможно создание Организации Объединенных Наций. Мы уверены в том, что наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрощению и плодотворному развитию отношений между странами и народами на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Госпожа председатель, признательны помощнику генсекретаря Марти Поби и спецпосланнику генсекретаря по африканскому Рогу Ханни Тетте за представленные брифинги. Приветствуем участие в сегодняшнем заседании постоянных представителей Судана и Южного Судана. Высоко оцениваем совместные усилия руководства Республики Южный Судан и других региональных игроков по скорейшему прекращению боевых действий в Судане между вооруженными силами и силами быстрого реагирования. Особо отмечаем работу властей Республики Южный Судан по приему на свои территории суданских беженцев и готовность содействовать разрешению гуманитарного кризиса в регионе. Убеждены, что урегулирование в Судане будет способствовать формированию надлежащих условий и для активизации взаимодействия по абьейской проблеме. Тем более, что все последнее время обе страны демонстрировали серьезный настрой на развитие диалога по абьейу, в том числе и через налаживание взаимовыгодного сотрудничества по вопросам совместной эксплуатации потенциальных нефтяных ресурсов спорного района. В январе в Джубе состоялся саммит лидеров Судана и РЮС и заседание совместного комитета по политике и безопасности, на которых была подтверждена приверженность взаимодействия по погранвопросам. Приветствуем нацеленность обеих стран на разработку стратегии работы с проживающим вдоль общей границы местным населением в целях восстановления нормальной работы совместного механизма погранконтроля, в том числе в ГОК Мачаре. По-прежнему исходим из того, что для успешного продвижения межсуданского урегулирования, результатом которого стало бы определение окончательного статуса обея, необходимы совместные усилия сторон. Считаем неприемлемыми любые односторонние попытки изменить статус спорного района в нарушении существующей международно-правовой основы и договоренностей между двумя государствами. В этой связи придаем важность выполнению обеими странами своих обязательств по поддержанию демилитаризованного статуса обея. Вызывает тревогу положение дел в межобщинном диалоге на спорной территории, особенно в свете непрекращающегося конфликта между Твик-Динкой и ГОК-Динкой. В то же время отмечаем предпринимаемые южно-суданскими властями значительные меры по примирению обеих общин. Временные силы по поддержанию безопасности в Абьее остаются важнейшим фактором обеспечения стабильности в регионе. Приветствуем роль, выполняемую голубыми касками, в разрешении текущих проблем безопасности и оказываемое содействие через совместную программу ООН по миростроительству. Практически совершилось преобразование ВСБА в многонациональную миссию. Рассчитываем, что она продолжит четко выполнять свой мандат с упором на поддержание безопасности и оказание содействия двум государствам в их стремлении найти взаимоприемлемое решение пограничного спора. Благодарю за внимание. Продолжение следует...